Дорогие телезрители, ассаляму алейкум! Вы смотрите передачу «По душам» и с вами я, Алия Тулегенова. В повседневной жизни с каждым человеком могут случаться различные ситуации. В частности, он может раздражаться, волноваться или испытывать такое чувство, как гнев. Какова же природа данного чувства и, самое главное, как необходимо им управлять? Вы узнаете в нашей сегодняшней передаче. Оставайтесь с нами. Сегодня в нашей передаче вы узнаете, что такое гнев и как необходимо им управлять. Эмоция гнева – это такое чувство, которое похоже на агрессию. Это такой базовый уровень инстинктов, который помогает выживать и защищаться. Например, защитить себя и своих детей. Но бывают ситуации, когда чувство гнева ошибочно и неуместно. И встает вопрос, как им управлять? Чувство гнева и каково это быть в гневе, я думаю, каждый из нас знает не понаслышке. Это такое чувство, когда время от времени ничего не хочется понимать и чувствуешь какую-то вспышку агрессии. Но каковы основные причины гнева? Почему человек гневается? Для чего ему это нужно? Существуют, оказывается, три главные причины, по которой человек гневается. Давайте посмотрим, что это за причины. Причина первая. Гнев – это следствие неудовлетворенных потребностей. Например, потребность человека, чтобы его выслушали. Когда у человека есть такая потребность, то он надо-не надо разговаривает и привлекает к себе внимание. А когда его никто не слушает, у него возникает чувство гнева. Причина вторая. Гнев – это реакция на причиненную боль. К примеру, если кого-то обидели, то естественной реакцией организма является самозащита, то есть человек чувствует гнев на своего обидчика. Эта реакция самозащиты иногда доведена до автоматизма, то есть порой даже если нет угрозы для человека, он уже заранее защищается. Причина третья. Гнев – это следствие оценки, которую вы дали ситуации. Например, если вы почувствовали, что с вами обошлись несправедливо, или то, что произошло, противоречит вашим ценностям, эта ситуация тоже вызывает гнев. В самой природе человека, которая заложена Всевышним Аллахом, имеются такие механизмы в мозгу, которые не обходятся без каких-либо реакций. То есть человеку обязательно нужно реагировать на те или иные события, которые с ним происходят. И гнев – это такая же определенная реакция на какую-то ситуацию. Но если такова наша природа, или и так устроен наш мозг, если мы обязательно реагируем так или иначе, неужели не существует каких-то методов управления? Неужели человек не может сам собой управлять? Несмотря на то, что это природные качества человека, все же некоторые из методов существуют. И вот некоторые из них. Если вы почувствовали гнев, то в качестве причины можно сделать следующие вещи. Шаг 1. Попросите помощи у Аллаха, произнеся слова защиты от шайтана, и чтение аятов из Хорана, защищающих вас от затяжных гневных реакций. Шаг 2. Проговорите про себя, что вы разозлились. Например, вот так «Я сейчас чувствую злость». Когда мы проговариваем и признаем факт гнева, осознав эмоцию, мы берем ее под контроль. Неосознанная эмоция начинает управлять нами. Шаг 3. Сделайте остановку. Стоп на 10 секунд. Сделайте несколько глубоких вдохов, и это простой способ, который поможет снять напряжение и восстановить дыхание. Гнев имеет склонность возрастать. И если его не остановить на начальной стадии раздражения, сделать это потом будет очень сложно. В результате остановки вы получаете драгоценное время, чтобы принять верное решение в сложившейся ситуации. Шаг 4. Поставьте себя на место человека, который вызвал в вас гнев. Постарайтесь искренне понять его позицию и поведение. В основе любого поступка лежит позитивный мотив. Стремление понять и принять помогает почувствовать сострадание к человеку. А сострадание же дает нам эмоциональное преимущество над гневом. Шаг 5. Предложите решение или совершите действие. Задайте себе такой вопрос. Какое решение или действие сейчас будет наилучшим для меня? Интересным является то, что когда человек гневается, он по инерции хочет все это в себе подавить. То есть он хочет максимально усилить свое напряжение для того, чтобы не выражать это чувство гнева. В свою очередь гнев в таких ситуациях оказывается закрадывается все глубже и глубже. Где в душе, где-то в глубине души он накапливается. Что же необходимо сделать для того, чтобы с одной стороны проявить терпение и с другой стороны не причинить вред окружающим, в том числе и самому себе? Когда вы почувствуете гнев, в эту же секунду постарайтесь уединиться в отдельной комнате или кабинете. Постарайтесь не выходить из кабинета и не разговаривать ни с кем до тех пор, пока чувство на кого-либо накричать или поругаться не пройдет. Мысленно досчитайте до 100, прежде чем заговорить с кем-либо или принять важное решение. Начните перебирать вещи или прибираться в комнате, где вы находитесь. Перебирание любых вещей помогает успокоить и упорядочить мысли и снизить уровень гнева. Нарисуйте гнев и порвите бумагу. При гневе человеку хочется его выплеснуть. Пусть это лучше будет бумага, а не человек. Во время гневного состояния у человека активизируется зона в мозгу, которая отвечает за эмоции. А она противовес оказывается логической стороне. То есть чем больше мы гневаемся, тем меньше мы вообще соображаем, что происходит. И в свою очередь оказывается необходимо выждать определенное время, пока гнев или любые другие эмоции успокоятся, и лишь потом принимать какие-то ответственные решения. В том числе самым эффективным методом из всех перечисленных является чтение определенных аятов из Хурана. В частности, аят Аль-Курси очень хорошо и очень сильно помогает в успокоении человека. Все чаще замечаешь, что обижаются или чувствуют гнев из-за каких-то слов, которые мы слышим в свой адрес. Порой бывает так, что одно неосторожное слово может вызвать такую бурю гнева, а, например, то же самое слово у другого человека ничего не вызывает. Однако есть, оказывается, универсальные слова, которые обязательно вызывают гнев. Давайте посмотрим, какие же слова нежелательно говорить, которые вызывают гнев, и на какие слова их лучше заменить, чтобы более успокоить человека. Какие же слова вызывают гнев, и на какие их заменить? Ну что, ты, как всегда, опаздываешь. Я очень долго тебя ждала. Пожалуйста, не делай так больше. Зря я положился на тебя. Ты, оказывается, этого недостоин. Я всегда рассчитываю на тебя. Помни об этом. А кто ты, собственно, такой? Обрати внимание и на мою просьбу. Уйди, а? Мне некогда. Сейчас я тороплюсь. Обсудим это позже. Тоже мне умник нашелся. Не учи ученого. Спасибо за совет. Думаю, мне он пригодится. Уважаемые телезрители, у нас есть рубрика «Вопрос к психологу». Если у вас есть вопросы по психологии, вы можете их задать на данный e-mail и номер WhatsApp, который вы сейчас видите на экране. А к нам поступил вопрос. Давайте его посмотрим. Я часто злюсь по поводу и без повода. Почему так происходит? Когда человек начинает чувствовать гнев, очень хорошо помогает, если человек сам себя внутри хорошо понимает, хорошо себя чувствует. Мы очень часто что-то испытываем и не знаем почему. Например, мы вот так думаем или вот так вот мы чувствуем что-то, например, определенное. Но мы не можем понять, почему это со мной происходит. А для мозга оказывается важно, чтобы вы четко понимали, по какому поводу вы разгневаны. Для этого можно просто выписать причины и следствия. Например, если у вас что-то разгневано, напишите рядом, на кого разгневаны, почему разгневаны. И что вы вместо этого ожидали. И это немного успокоит. Кто же такой сильный человек? Самый сильный человек – это тот, кто побеждает самого себя в гневе. А с вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова